Всем привет, с вами Эндумер, снова, снова здравствуйте, снова привет уже в новом, в новом году, я уже даже малость подзабыл, как оно, каково это, писаться, играть, общаться с вами, но всё, всё вспоминается на ходу, потому что опыт уже приобрели мы безмерно. Что ж, я поздравляю всех, пусть и запоздала, да, на 10-й день, но, тем не менее, с наступившим новым годом, конечно, конечно, я хотел сделать кое-что, там, подзаписать, вообще, думал, добить спиду в дум до нового года, но, как всегда, всё пошло по жопе, потому что я обычный человек такой же, как и вы, и всё это мне свойственно, прокрастинации, какие-то проблемы, и всё это, поэтому, в общем, классический ютубер Боб, странно, если бы всё было бы иначе, но год начался новый, надеюсь, что он будет намного лучше предыдущего. Но, посмотрим, посмотрим, суть не в этом, суть, конечно же, в думе, а в думе у нас с вами куча-куча-куча-куча дел. Спиду в дум, спиду в дум, 28-я карта, ждёт нас сегодня, осталось всего, я так понимаю, 6, раз их здесь 33, то, ну, вот, собственно говоря, в этом-то году и скоро довольно он закончится, плюс там идёт платония, плюс куча заготовленных сюрпризов, всё это будет, всё впереди, спасибо, что остаётесь со мной, спасибо, что смотрите видосики, потому что я вижу, что просмотры растут. Подписывайтесь вы также, хотя видосы сейчас выходят пореже, так что я вам безумно, безмерно, супер, сильно, грамотно, красиво благодарен, поэтому, поэтому, спасибо, в общем, что вы со мной, и в этом году всё будет у нас с вами здорово, и будем мы продолжать играть в дум, общаться и наращивать наше, наше совместное сотрудничество, так скажем. В общем, без дальнейших предисловий предлагаю поехать, там мы остановились на 28-м уровне, я прекрасно помню, почему, точнее, я прекрасно понимаю, почему, вероятно, я немножечко запрокрастинировал в этом плане, немножечко перед новым годом... Ой, так, наверное, не очень хорошо сделал, это, оказывается, портал был. Горд на 29-й прыгнул, да что ж такое, чуть-чуть спали вернул, но там хотя бы монстра поменьше. Возможно, из-за этого я малёха запрокрастинировал, и на Новый год всё получилось не совсем так, как ожидалось, потому что, ну, вы посмотрите на этот монстр-каунтер, ну, это же просто ужас. Три тысячи монстров, практически три, а с учётом того, что там точно будут Торчвайлы и Элементали Боли, это точно будет три, и даже больше трёх. И вот это уже, конечно, как в старом добром Сандре, который мы с вами тоже будем играть, это прям огромное безмерное количество, так что я хочу сразу сказать тебе, друг мой, присаживайся очень и очень поудобнее, очень поудобнее, присаживайся, располагайся, наливай, накладывай, делай всё. Если сейчас ещё у тебя остался, там, после новогодний вайп, то ты сам знаешь, там, что наливать, что накладывать, остатки Оливье, если оно ещё осталось, ну, и всякое такое прочее. Короче, суть-то в чём? Суть в том, что здесь мы надолго. Это определённо, это определённо надолго, всего один секрет здесь, и 2938 монстров, чё-то, мне кажется, чё-то я здесь видел, краешком глаза, чё-то здесь есть сокрытое. Я так понимаю, что здесь, в общем-то говоря, есть три портала. Три портала, вот этот первый, вот этот второй, и вон там он третий. Я, кажется, догадываюсь, что ведут они в разной части уровня, и, судя по всему, нам нужно будет зайти в них во все в три. И, собственно, зачистить всю эту огромную орду, ораву, прорву демонов. Что-то я здесь видел, мне кажется, я не знаю, я не могу избавиться от ощущения, что где-то здесь я видел кнопку, неужели я ошибаюсь? Может быть, на каком-то столбике, на какой-то колонне, может быть, где-то внутри этого, или внутри лавы. Что-то вот прямо, прямо подсказывает мне. Я не буду, конечно, миллион лет этим заниматься, но я... Постараюсь, постараюсь развеять или подтвердить свою догадку. Потому что что-то, что-то, что-то вот кажется мне подозрительным в этом всём. То ли как-то запрыгнуть, что ли, можно, или что. Интересно. О, о, я же сказал, я же сказал, я же сказал, краем глазу. Прикиньте, я как её увидел, как-то вот как-то подзапалил, как-то увидел. И вот она, вот она, я был совершенно прав. Так, надо подготовиться немножечко, размять, как это называют, костяшки. И, в общем-то, подготовиться к битве. Конечно, я немного отвык от дума. Как думаю и вы, хотя вы не играете, а только смотрите. А играть, конечно, всё же приходится. Малость под заморочней. Вот так вот, вот. Я, я, я так и думал примерно, что так будет. Только я думал, что что-то поднимется отсюда, или наоборот, опустится какой-то лифт. Но нет, я был совершенно прав. Я, эта кнопка, так как она так запрятана, и так как она выглядит как секретная, наверное, скорее всего, тот самый единственный секрет и открывает. Ну, окей, поехали посмотреть. Да, это есть секрет. Это есть секрет, который сразу даёт мне дополнительное оружие, не только БФГ. Я надеюсь, что мне это поможет. А, о, отлично. О, хорошо. Так монстры уже здесь начинаются? Я думал, что они только там, снаружи, на улице. Ну, ладно, ладно, ладно. Покуда у меня есть ракетница, можно, в принципе, не особо опасаться, если, конечно. Сейчас толпу киберов мне не закинут, я не получу вот с ровным здоровьем зайти. Зайти в этот, в основное место боя. И, видимо, это так, совсем уже, совсем уж чуть-чуть меня тут подзакинули, прям вот вообще. Кропалик для остротки. 41 монстр. Интересно, почему 41 обычно в таких местах стараются ставить ровное количество монстров, там, пускай 40 или около того. Хорошо. А вторая кислота, судя по всему, остаётся так же и закрыта, потому что больше я никаких кнопок-то особо и не видел. Это, коль скоро секрет, всего один. Ладно, ладно. Это вот была такая затравочка, дали мне. А, так в этих коробках там лежало ещё по 50 патронов, у меня теперь их сотка на ракетнице. Очень хорошо. У меня, в общем, теперь есть все оружие, кроме БФГ, которое давалось изначально. Точнее, не только БФГ, которое выдавалось в самом начале. Итак, и так, и так, и что ж, и что ж, если ещё не налил, самое время. У нас есть три портала, в какой бы из них зайти? Какой выглядит посимпатичнее? Хм, не знаю, с какого бы начать, с какого бы начать. Ну, вот этот рядом с секретом, наверное, он как-то должен благоволить на удачу. Какой-то секрет фигни не подскажет, правильно? Секрет старается упростить жизнь думера, поэтому я думаю, что пойдём сюда. Так, отлично, отлично. А назад можно? Назад нельзя. Назад нельзя, хорошо. Видимо, назад можно будет вернуть с кем-то другим способом. Ого, окей. Так, ок, ок, ок. Ок, ок, вижу огромную-огромную толпу ревенантов, пару мастер-майндов, спектров тоже вижу. Это мне, конечно, и вот вся вот эта красная адская история напоминает мне, конечно же, No Chance, которую мы с вами много раз уже вспоминали. Ага, я понял, я понял, окей. Хорошо. Теперь мне, конечно, ну это вот совсем как-то паскудно получилось. Но понятно, абсолютно очевидно, что мне нужно сделать так, чтобы они дрались. То есть кибер как минимум дрался с мастер-майндом. Хотя можно потихоньку сделать и так. Смотрите, если они стреляют, то они плюс-минус начинают драться между собой, вполне себе уверенно. Почему бы и нет. Пока кибер там с ними разберется, с тем, кто там стоит наверху, повалит какое-то количество этих монстров. Вот вообще замечательно получилось. А потом я попытаюсь уже закрыть его на мастер-майнду. Но мастер-майнды, конечно, раньше срока будить не стоит, потому что он начнет просто стрелять по мне. И, в общем-то, ничем хорошим это не кончится. О, ты по спектру решил ударить. Ну давай, 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 бомби. Отлично, вот это вообще замечательно. Так, супер, супер, супер. Зажимают, зажимают. Я это не очень люблю, не очень уважаю. Вот, вот так хорошо. Так, так хорошо, так здорово. Все еще по-прежнему. Некоторые из монстров спят. Конкретно ревенанты, они больше всего меня, конечно же, пугают в всей этой истории. Спектры совершенно никакого мне дискомфорта не доставляют. То есть их тут всего трое. А вот так, хорошо, мастер-майнд уработал. Уработал кибера. Теперь я хочу, чтобы два мастер-майнда дрались между собой. И я думаю, что после этого мне придется брать мегасфору. А, это еще и лифт. Отлично. Мастер-майнды, как в каком-то тире, перестреливаются друг с другом. И по дороге еще убивают огромное количество спектров. Но, кстати говоря, если спектры меня сейчас зажмут, то мне придется стрелять. И проснутся все ревенанты, и уже ревенанты смогут зажать на меня. Кстати, мастер-майнд там то ли застрял, то ли я не могу понять, что он там скачет. А, его спектр там прижучил. Хорошо. Вот как-то вот так вот начинается эта карта. Я, честно, правое слово, не знаю. Я боюсь предположить, на какое время это все затянется. То есть сколько. Сколько. Так, хорошо. А теперь ты выпусти меня отсюда. А я подумаю, что мне делать дальше. Еще спектры, еще. Так, я возьму мегасфору. Хорошо. Но вот ревенанты будет совсем неохота. Так, что еще у нас здесь есть? У нас здесь есть блуждающие спектры. У нас здесь есть огромное количество хеллнайтов, которых я не боюсь. Сверху стоят манкубусы. Еще пара киберов. Отлично. Вот киберов можно, кстати, пробудить. А почему проснулись хеллнайты? Я же ничего не делал. А ревенанты по-прежнему спят. Вот ревенанты это очень грозное оружие. То есть натравливать баронов, точнее не баронов, а мастер, не мастер-майндов, а киберов на хеллнайтов, это, конечно, хорошо. Но как-то слишком мелко. Как-то слишком мелко. Конечно, я хочу... Ух, как я словил, да? Словил прямо вот в себя. Конечно же, я хочу, чтобы киберы дрались с ревенантами. Мне это наиболее интересно. Кибер, стреляй. Кибер, вот сейчас стреляй. Отлично. Ладно, пора стрелять, пора бежать, потому что начинается уже заваруха какая-то слишком серьезная для того, чтобы мне ее вот так вот просто и выйдеть. Поэтому я думаю, что это пора бежать, пора как-то делать. И надо обязательно мегасферу взять, потому что все опять и заканчивается. Ну, в общем-то, и все. А, что, как демоны от выстрела не проснулись? Дальнейший путь плюс-минус понятен. То есть мне сейчас, конечно, аккуратненько нужно сделать так, чтобы киберы развалили подавляющее большинство здешней фауны и, в общем-то, добить остаточки. Но я не думаю, что все здесь так просто, на самом деле, в этой комнате. Я почти уверен, что телепортироваться кто-то потом еще будет. Очень важно, конечно, чтобы меня не зажали. Понятно, я тысячу раз постоянно, точнее, говорю, что опыт богатый. Сандер меня научил в таких вот ситуациях выживать и как-то, значит, проявлять себя. Потому что иначе, ну, просто нереально здесь драться. Ну, подумайте сами. Ну, появился бы я здесь, ну, начал бы шмалять. Меня бы, как минимум, ревенанты зажали бы так, что все, там было бы просто не отскочить. Так еще и весь бесущий спектр. Поэтому я понимаю, что кто-то может сказать, вот Дум там на инфайте. А без инфайта это просто невозможно, потому что я, ну, говорю, то есть я привык к тому, что патронов зачастую просто не хватает. Вариантов стрелять нет, потому что зажимают. Чаще всего зажимают. Иногда просто быстро убивают. Но иногда и зажимают. Иногда и то, и другое. Поэтому без инфайта в этой игре вообще никак не обойтись. Я считаю это элементом тактики, элементом стратегии, без которого оно просто ни в какую никуда. Но то, что кибер там ходит, мне вообще не нравится. Потому что кибер должен, наоборот, в гуще быть. Все истории. Без этого просто никак. Это обязательно. Обязательная штука в Думе, без которой... Ну, было бы невозможно делать такие слоти Рвады. Если бы монстры не дрались друг с другом, слоти Рвады, по большей части, были бы попросту непроходимы и не имели бы никакого смысла. Поэтому, ну, пусть так. Пусть так, окей. Ну, опять же, опять же, помятуя о Сандре, все после него кажется просто детской забавой, легкой прогулкой в плане массовости. Вот этого огромного количества монстров. И все такое. Все это кажется каким-то таким... Ну, не знаю даже, как сказать. Какой-то облегченной версией Сандры. Потому что вот с Сандре, как я уже много раз говорил, все то же самое, только... Ну, то есть, тоже там сложно, тоже сложные, жесткие комнаты, тоже много монстров, причем в каждом уровне. Только нюанс еще и в том, что там большие, реально большие такие, монументальные уровни, в которых там все бои поделены на арены, грубо говоря. Вот. И... Ну и пожестче, пожестче, позлее. Я лично считаю, потому что это все-таки хардкорный ват считается, ну и, по моему мнению, так же. Вот. Мы обязательно посмотрим, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Конечно же, вы... Ох, вот это, кстати, вот это больше всего напоминает Сандры, потому что вот монументальность уже присутствует. Так, ну, судя по всему, все. Мне надо как-то подниматься. Я ожидаю кучу телепортирующихся монстров сейчас. Я почти уверен, что так оно и будет. Вот. Поэтому... Поэтому... Все это... Все это я уже видел, и увидите вы тоже. И потом будем вместе вспоминать. Ага, как Сандры, только чуть слабее. Ну что? И что, все, что ли? А что такое-то? Даже никто не телепортируется? Я просто бесплатно взял ключ. Вот это прям очень подозрительно и странно. То есть, здесь как бы довольно большая арена, на которой я подрался довольно быстро и легко, и непринужденно. И как бы я ожидал, что я беру синий ключ, и арена заполняется вновь. И я дерусь еще. А к чему тогда столько патронов? Ну, как-то... Малость это место не оправдало мое ожидание, честно говоря. Ну, поднялся лифт. Видимо, лифт ведет меня во вторую часть локации, который вел меня второй из трех телепортов. И назад мне уже вернуться, видимо, не дадут. Ну, и ладно. Там делать особо было нечего. Вот это классно. Вот это красиво. И еще так темно, на самом деле. Я уверен, что огромный-огромный будет сейчас бой учитывая количество монстров. И побегать здесь явно будет где. Но в такой темноте увидеть будет, конечно, сложновато всех. Но я думаю, мы с этим справимся. А, во, а вот и все появились. Очень хорошо. Самое главное, что? Самое главное, конечно, бежать на пролом. Бежать на пролом, на пролом, на пролом, на пролом. Чтобы, чтобы так сказать... О, все шесть ключей, круто. У меня только синий. Чтобы, так сказать, познакомиться со всеми сразу. Правильно. Это очень важно. Очень важно. Я не знаю. Я не думаю, что меня на таком огромном, при огромном пространстве способны прям зажать. Вот этих вот я, конечно, убью сразу. С ними знакомиться мне как-то вообще не прельщает перспективы. Вот. И на таком огромном пространстве зажать меня будет безумно сложно монстрам. Нет, это все еще реально. Потому что я вижу, что здесь есть какие-то тупики. Какие-то места, в которых особо это. Не разгуляешься. Ну, в общем и целом, это все одна большая локация. Одно огромное пространство. По которому я бегать могу. И могу вернуться даже в ту область, в которой монстров больше не будет. И в которую они едва ли пойдут. Потому что, наверное, стоят блокираторы пути. Но, ого, сколько вас здесь. Реально. Вот это мне очень нравится. А ты что тут один стоишь будешь снайпить? Не-не-не. Вот это мне... О, вот это мне реально очень нравится. Вот я так обожаю такие вещи. Вот за что я и люблю тот же самый Сандер. Потому что вот такие вот бои на открытых таких больших местностях, пространствах с безумным количеством монстров. Это прям фантастически здорово. Это прям очень сильно мне нравится. Но Арахнотроны мне, правда, не очень нравятся. Потому что они будут стрелять в меня по всей локации просто бесплатно. И это, конечно, очень нехорошо. Так, где-то там были мегасферы. Ой, как я съел. Вот. Поэтому это прям приятно. Вот это вот... Я, конечно, люблю старый, добрый, классический, коридорный, бум на прохождение тоже. Но... Но это вот... Это вот нравится мне больше всего. Вот такие бои, где ты там бегаешь, что ты суетишься. Там... Что-то там инфайт вызываешь. Кстати, уже тысяча монстров сдохла. Ой, я вернулся обратно. Давайте сразу убью, чтобы там не бегать за тобой по всему уровню. Вот. Я не знаю. Довольно непринужденно. Потому что, да, я уже как много раз говорил. Сандер показывает все это только намного жестче. Вот там... Там бегать, по сути, некуда. Там арена, в которой приходится выживать исключительно на знании и тактике. То есть там ты постоянно умираешь, 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 пока не найдешь для себя единственно верную, правильную тактику не выберешь. Вот тогда ты сможешь пройти здесь. И как бы плюс-минус удается с первого раза проходить. Очень много, на самом деле, мегасфер лежит. Очень много патронов. Здесь можно просто бегать и шмалять, бегать и шмалять, шмалять и бегать. Но пока я изучаю карту, ищу остальные ключи, инфайтятся монстры все еще так же неплохо. Между собой, а что у нас здесь? Ааа, тут у нас еще что-то есть. Ладно, ух ты, там куча регионатов попернул. Господи, я прямо в лицо получил. И, кстати говоря, учитывая огромное количество мегасфер, мне кажется, что собирать я их могу просто бесконечно. Прям, ну, не то что бесконечно, а могу... О, еще одно. Могу, короче, прям лихо их собирать, даже имея сто-сто, как бы. О, да, после каждого ключа еще же открывается пачка. Здорово. Эх, люблю такое веселье. Вы бы смотрите, как весело, как знатно, как здорово, как мясно. Как здесь у вас приятно и весело. Сидерутся, происходит какой-то движ. Вот если ты страдаешь от одиночества, сыграй в эту карту. Ой, вот, Арчвайл, вот тебя я на этом празднике жизни совсем не ожидал увидеть. И совсем не радуюсь этому факту. Короче, если вам одиноко, если чувствуете loneliness, то вот, добро пожаловать в эту карту. Здесь вас одного не оставят, заскучать, так скажем, не дадут. Монстров много. Но по-прежнему, по-прежнему мы с вами играем. Мы с вами играем так, как любим, так, как любили в старом году. Так же будем мы делать и в этом году. Мы с вами просто... Просто бегаем, просто играем, просто получаем удовольствие от игры, правильно. Просто кайфуем. Правда, это прохождение больше похоже на какой-то гайд по... Кстати, вон еще один Арчвайл. И он, кстати, не умер. И он, кстати, меня ударил. Это вот все по-арчвайловски. Я давно не видел Арчвайлов, но... Они не изменили свои стратегии, мы так что... Вот это плохо, я, конечно, придумал. Сейчас я могу умереть. Ну ладно, вроде Арчвайл сдохал и будет. Хм... Похоже, это больше не на прохождение, а на какой-то гайд, как... Как я не знаю, как выживать в слоте рвадах, в слоте ркартах, то есть как их проходить. Вот черепа, я не знаю, я, наверное, буду очень долго потом искать. Как проходить вот такие огромные карты, вот это чисто гайд, 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 гайд. Как, как, как все делается, как здесь все происходит. Элементарий боли тоже дофига. Я, кстати, говорил, что монстров, наверное, будет там 3000 или чуть больше. Вот уже за 4 перевалило, потому что... Здесь есть все. Элементарий боли здесь есть. Арчвайлы здесь есть, как оказалось, тоже. Правда, слава богу, Арчвайлы здесь не повсеместно встречаются, но... Но они есть. Глядя, сколько элементарий боли, на самом деле. Я прям взорвался в самую гущую в погоне за ней. Это я сделал не очень правильно. Но вроде мне удалось, малеха, подпрорядить их. Потому что вот элементариты как раз будут... А мобов спавнить прям до победного. Плохо. Погнался за элементарями. За это и поплатился. Вот они будут спавнить их очень-очень много. В итоге мы здесь можем и до 5000 мобов дойти, и даже больше. Потому что, ну... На них управы, как говорится, нет. Спавнят, пока живут, живут для того, чтобы спавнить. Ну, к слову говоря, монстры улетают достаточно быстро. Я еще видел там пару арен. Наверняка это именно арены отдельные в этой карте. Я вот прям почти уверен в этом. Видел я там парочку арен. То есть кое-где повозиться еще придется. Но по большей части я не думаю, что это прям уровень все-таки... А, да, я начинал говорить об этом еще в прошлый раз. Когда мы еще в прошлой были комнате. То, что... Делайте ваши ставки, господа. Насколько этот уровень растянется. Сколько будем проходить мы его. Я хотел назвать то, что... Цифру то, что мы будем час его проходить. Вот примерно почему-то у меня такая цифра в голове стояла. Но учитывая вот эту локацию. Огромное колесо монстров, которые очень здорово умирают и так. Я уже не думаю, что здесь речь пойдет о часе, на самом деле. И тут... Вполне вероятно, что справимся мы здесь и побыстрее. И здесь этих парашничков-то. Ладно, пора найти еще одну мегасферу в себе. Я, кстати, где-то там их видел. Не знаю, хорошо ли это или плохо, что я их так лихо собираю. Эти мегасферы, может быть, не стоило. Может, там потом появится еще столько же монстров. И мне вообще будет не это самое. Не прожить, не выжить. Но... Ну что ж, если мегасферы лежат, значит, для чего-то это нужно, правильно? Не особо хочется убивать кибера, но он прям напрашивает. Вот. И, в общем-то, сидим, сидим, чилим, лампово с вами играем, отдыхаем. Я, признаться честно, поэтому скучал. И скучал безмерно. Какая огромная комната. Я думаю и надеюсь, что и вы тоже. Да я почти уверен в этом. Хотя есть у нас люди на канале, которые думают, что болтаю я. Чтобы заполнить. Ого. Эфир. Но нет. Нет. Я просто люблю, во-первых, поболтать. Во-вторых, это же все-таки летсплей было бы странно, если бы я играл и молчал. Все-таки я не спидранер никакой. Я просто делаю ВОК ТРУ, так скажем. Так скажем. Это уже не нужно было интонировать, но это получилось само. Вот. И поэтому, поэтому, поэтому. В этом тоже есть какая-то суть, понимаете. Вот вы наслаждаетесь контентом, который вы смотрите. Но, как я уже и говорил, я занимаюсь делом, которое мне очень нравится. И я также наслаждаюсь контентом, который делаю я. То есть я... Мне в кайф сидеть и записывать это. И все это, все вот это вот. Все вот это вот оформлять, организовывать. Это очень приятно. Это мне очень нравится. Поэтому здесь мы с вами сходимся. Я делаю, наслаждаясь. Вы наслаждаетесь деланным. У нас паритет. Взаимовыгодное сотрудничество. К слову говоря, монстров количество уже к пяти косарям приближается. Поэтому встретились мы с вами здесь, на этом канале не напрасно. Ух, все еще есть вероятность получить ракету в лоб и моментально отскочить. Интересно, сколько он там выдал этих элементалей боли, потому что их как-то ну прямо дюжа много. Но меня, по крайней мере, радует, что это все же не аршвайлы. Элементалей боли окей, это, конечно, не очень хорошо. Это такие друзья, которые напрягают тоже довольно весомо и увесистые. Реально много. И тут посмотрите, сколько. Много, много, много. Уж не знаю, прям сколько, но много. Прям много. Вот с двух словки в такой толпе, конечно, особо не поработаешь. Поэтому надо бы еще патронов пособирать. Опс. Что-то я сделал. Я место хранения нажал на настройки. И у меня реально создается ощущение такое, что я в этой карте бью одних киберов до элементалей боли. Что-то я других монстров не ощущаю здесь вообще. Там была огромная пачка хеллнайтов. Там была огромная пачка элементов. Два раза было по огромной пачке хеллнайтов и элементов, но я что-то их вообще не ощутил. Где они были, куда пропали, не знаю. У меня перед глазами мерцают одни элементали боли, порожденные имя парашнички. И, собственно, вот киберы. Все, больше никого я здесь как-то не ощущаю. Ну, видел там одного Манкубуса, ладно. В общем и целом. Смотрите-ка, убито уже 3500 монстров. Мы играем всего 20 минут. Все же да. Все же да. Speed of Doom мы с вами проходим уже довольно долго, на самом деле. Потому что перерывы там были, там все вот это. Ну, вы сами прекрасно знаете, если следили за каналом. Все прочее. Проходим довольно долго. И я хочу напомнить, если вы вдруг подзабыли, а вы наверняка подзабыли. Что в ритме Speed of Doom было написано следующее. То, что большинство уровней здесь короткие. Проходятся они до 10, максимум 20 минут. Но, я не знаю. Вот мы с вами когда проходили, все прохождения уровней, там практически каждый уровень был. Больше 20 минут. Вот я не знаю, то ли потому, что я так прохожу, то ли потому, что потому, то ли это для Speedrunner было написано. Я не знаю. Но, тем не менее. Хотя уровни, да, признаться, конечно, относительно коротковаты. Но не сказал бы, что прям ультракороткие. Такие, что прям вот разом взял да прошел. Нет, вовсе нет. Вовсе так я сказать не могу. Поэтому, на этот уровень у меня было ожидание, что прям реально будет длинный уровень. Хотя здесь уже был какой-то у нас длинный уровень, да. Я уже просто забыл, какой там был номер 18, что ли. Был уже. Поэтому я думал, что вот, это как-то будет такая. Остраска в этом плане. То, что будет здесь. История такая, что вот пора задвинуть уровень подлиннее. А, вот, кстати, еще реминанты есть. Но что-то кажется, что нет. Speedrunner себе как бы следует. И, в общем-то, у него короткое даже то, что предполагалось как длительное. Поэтому, видимо, отчасти здесь речь идти не будет. И, в общем-то, добьем мы этот уровень за полчасика или чуть больше. Вот, как-то вот, может быть и так. Может сложиться так. Ну, да ладно. Да ладно. Вы меня знаете. Я люблю. Всегда люблю. Всегда. Предпочитаю слотер уровни. Большие, открытые, с огромным количеством монстров, как я уже сегодня говорил. И именно такой уровень мы с вами сейчас играем. А значит, я всему доволен. Всему рад. И есть, конечно, мегалады на 32 уровня, да. Которые состоят исключительно из коридорных уровней. Ну, таких вот именно на прохождении. Пускай они сильно длинные, хотя бывают и длинные тоже. Но есть такие, есть. И вот от них все равно как-то устают. Устаешь. Устаешь. Вот в этом ваде, что мне нравится. Здесь как-то есть такой какой-то этот. Какой-то баланс, что ли. Здесь есть, в общем-то, перемычка между... Ой, кстати, у меня патроны на винтовке закончились. А я больше не видал, где есть еще. Именно на винтовку патроны. Вот. И здесь как-то есть вот такой баланс. Здесь было немало коридорных уровней. Таких маленьких, коротеньких, каких-то пещерных вообще было дофига. Это да, да. Я напоминаю, это все было в этом ваде. Но, как мы видим, ближе к концу появляются и вот такие как раз кислотерные, открытые уровни, большие. И здесь есть баланс. Потому что что от одного, что от другого. Так или иначе, устаешь. Устаешь. Что от этого, что от того. И поэтому я считаю, что должно быть разнообразие какое-никакое. Вот здесь разнообразие есть. Для чего я убивал парашничков, спросите вы. Я же неоднократно говорил, что они не засчитываются в процентное количество убийств и все такое. Но у нас есть килл каунтер, в которые парашнички все-таки ходят. И я думаю, что их в эти 4800 монстров преимущественное количество. И я всегда говорил, что я люблю убивать абсолютно всех монстров до единого. Да, пускай это не самое веселое занятие. Выискивать парашничков по всему уровню. Хотя они летят сами на тебя, как мухи, да? Как мотыльки на след. Но, тем не менее, я люблю, чтобы вот. Чтобы вот. Убить столько монстров, сколько возможно это сделать по максимуму. Вот это мне нравится. Поэтому вот мы сейчас с вами именно этим и занимаемся. Кстати, вроде почти что все. Остались, собственно говоря, насколько я могу судить, арены. Ну да. Да, по всей видимости, остались арены. Арены, арены. Арены мои, арены. И вот это первая арена, насколько я могу судить. Все шесть ключей. У меня, кстати, только три. Вот там вторая, и там я еще видел третью. Три арены, судя по всему, остается. Гляньте, какая карта, да, большая. И поэтому, раз уж мы ближе... А, еще ты есть. Привет. Не знаю, кстати, может это не совсем своего тратить на это время именно сейчас. Потому что я уверен, что элементали еще будут в этом уровне. Но, ладно уж. Раз уж увлекли и заболтались, то why not, как говорится. А парашничка меньше не становится. Из-за всех уголков пруд. Они еще смешиваются с этими огнями, которые там торчат. Мне кажется, что они еще и вдалеке есть. Но, слава богу, нет. Все, вроде плюс-минус все. Остались арены. Это, конечно... Да, е-мой, сколько уж у вас еще это будет. Это, конечно, тоже была арена. Предыдущая комната тоже была ареной. Пусть и совсем прям маленькой. Я ожидал, что после синего ключа хоть что-то там будет происходить. Нет, не происходило. Вот. Это была, безусловно, арена. Большая, открытая, сочная, сытная. Насыщенная каким-то безмерным количеством монстров арена. Так или иначе, это была она. Это была она. Видимо, теперь ждут чуть-чуть арены поменьше. В каждой из которых... Ну, да, три. Я видел, по-моему, три там было. В каждой из которых, судя по всему, будет лежать как раз таки по оставшемуся ключу. Потому что, вроде как, я тут все оббежал и посмотрел. Больше ключей не видел. Секрета в этом уровне нету так же. Какой-то каким-то пауэрапом. Кстати, ни одной неуязвимости до сих пор не было. Что говорит о хардкорности этого уровня. Ой. Надо было, наверное, постоять сверху, пострелять по крысиному. Ммм. Ого, сколько там. Беснувшихся так. Так, но здесь только импы, судя по всему. Можно, наверное, их вот так вот быстро убить. Не особо-то они ничего и сделают. Потому что я вижу, что самые крепкие мобы стоят наверху. А, вот еще и демоны подошли. Ну, тоже. Как бы не то, чтобы... А, ревенант, ревенант, ревенант. Ну, все. Я просто думаю о том, что может статься, что да, надо было сверху постоять их, пострелять. По крысиному. Ну, по крысиному, понятно, я говорю, что это не совсем прямой и честный бой, но это тоже ведь элемент тактики, верно? Уэрну. А, нет, там еще и киберы есть, смотрите-ка. Даже два кибера. Ой-ой-ой-ой. А это возьму? Спасибо. Возможно, я как-то довольно быстро развалил этих всех импов и ревенантов, потому что, может быть, стоило оставить киберем ими заняться. Ну, да ладно. И так много инфайта было в этом уровне, пора поработать ручками, как говорится. Измерное количество хеллайтов сверху. Вот их-то как раз, я и думаю, что нужно с байтить на киберов. Потому что киберы очень хорошо, очень хорошо разберутся, потому что я вижу, что монстры там в сет плюс-минус скучно. И им явно не скучно. Пьють-ха, короче, бадум-тс. Вот, и киберы, в общем-то говоря, очень лихо могут с ними посправляться. Но что-то, правда, они не сильно хотят этого делать. А это было бы очень для меня полезно, потому что пробиваться мне точно придется. Так, и вот есть, ДК Кадимон и Дум. Главное, главное следить, когда кибер устает драться, инфайтица, оксы, там тоже можно пробежать. И, в общем-то, когда он устает и переключается снова на меня, потому что есть вполне себе не иллюзорная вероятность снова получить приз кибера в виде ракеты в самое лицо. На пол лица, конечно, учитывая, что есть 200-того, 200-того, но... Тем не менее, неприятно. Так, хорошо, осталось, значит, как-то дочистить какадимонов. Гляньте, где они, как я там их буду доставать-то, это что-то дюжа высоко. Очень круто. Какадемоны прядят в небесах. Вот это вот, кстати, я думаю, что можно будет неплохо подчистить с помощью рокет-лаунчера. Ну, какадемоны прям вообще, смотрите, как раздухарились. Высота для них прям... Не проблема. Как бабки. Ну, ладно. Ладно, плюс-минус комфортный получился бой, конечно. Чуть больше я ожидал помощи от киберов, но... И на том спасибо, как говорится. Вот эти, кстати, подъемы с какими-то вот этими платформами, вот это как раз-таки и было в NoChance в одной из комнат. Я, кстати, мало скучаю по NoChance. Понятно, что эта карта в основном на один раз, да? Чего ж там особо-то смотреть? Снова. Но у меня такое ощущение, что я бы его как-нибудь, когда-нибудь даже переиграл бы. Ну, или как минимум пересмотрел бы. Так что, чего и вам рекомендую. Я сейчас вместо всплывающей подсказки на Ютубе такой, оп, посмотри NoChance у меня на канале. Посмотри его, посмотри. Чё-то как-то много там HellNight'ов, и как-то подозрительно... Как-то есть у меня смутное сомнение, что... Не нужно мне бить их с земли. Что она появляется. Гляньте, куда как-то демон улетел, вы посмотрите. Это же ещё хуже даже, чем парашничек. По степени того, как мне его потом выискивать, выцеплять. Это же вообще зверство. Ну ладно. Надо будет сам прилететь. Кажется мне, что там чуть-чуть ещё сейчас кто-то появится. Так. Хорошо. Допустим. Самое главное, чтобы не в спину. В спину вот это мне вообще не надо. Так, ладно, я думаю... О-о-о, я же сказал, я же сказал. А чё-то всего один, это как-то прям... Так-то как-то прямо мало. Давай-давай-давай, HellNight. Оп, отлично. Судя по всему, получилось. Мегасферу брать на таком хп, это, конечно, малость как-то... Это зазорно. Откуда ты? Вот. А вот то, что... А почему всего один-то кибердемон? Тут что-то преступно как-то мало на самом-то деле. Как-то демон завтра долетим до меня. Потому что, если бы их было хотя бы два, они бы без проблем справились бы с этими HellNight. Там вот вообще без проблем. Ну да ладно. Ну да, ладно. Так-так-так, что я хотел рассказать еще? Хотел рассказать, что следующее. Плутония. Плутония бодро началась. Вот мы пришли всего два эпизода, точнее два... Ну да. Два выпуска там было Плутонии по четыре уровня. Нас впереди ждать еще шесть, понятно, потому что выпуска восемь, да? Ну, потому как мы с вами проходим классику. Кроме первого дома, разумеется. Ну что ты, все, перестал? Вот. И Плутония очень бодро началась. Мне, если честно, очень понравилось, как она началась. Прям вот очень понравилась. Потому как ТНТ прям, ну вообще, ТНТ прям придушил меня. Придушил прям сильно, прям серьезно он меня придушил. А если так? Если так, стреляй! Стреляй! Кибер! Ну ты вообще, ты этот... Как тебя там зовут? Кстати, Хелл Найт что-то вообще не хотят драться. О! О! Отлично! Что это было всего один Хелл Найт? И ты сейчас опять будешь стрелять по мне? Так, короче, мне надоело это цирк. Я сейчас думаю, я убью. Кибер, спасибо, кстати, что пнули его в спину. Вот. И в общем. И в общем, в общем, что? Где-то ревенанты откуда-то начали херачить. А, это еще 100 арены. Надо было, наверное, сначала озаботиться тем, чтобы их там поубивать. Ух, как плохо. Да, не очень хорошо. Ничего себе, ревенант с поллокации может достать столько неприятности. В итоге все представьте, стоит оба где, в какой-то жопе. И столько доставляет неудобств. Вот, в общем. Тинти прям выдушил. Прям вот серьезно, реально. На полную серьезку говорю, выдушил. Очень тяжело было мне его дозаписывать. Очень тяжело мне было его допроходить. А вот в Плутоне как-то прям бодро она стартанула. Хорошие, мясистые, ненапряжные, довольно сложные. И, что самое главное, короткие уровни. То есть там два эпизода вышло по 40 минут. Ну, это прям подарок вообще. В масштабах того, что обычно там час или там даже полтора или около того, да? А, кибер все это время был там. Вот. Это, конечно, очень классно. Это прям вот здорово. Поэтому как-то вот от Плутонии отвлекаться на вот эти праздники, на все вот это было мне как-то малость жаль. Потому что, ну, реально круто, реально почему? Ну, реально здорово было. Ты умрешь? Или что? Или будем дальше с тобой так ставить? Хернее заниматься. Вот, пойду, кстати, за мегасфорой сбегаю. А тут что-то просел, я просел. От любой рандомной тычки улетаю. Тут в этой комнатке можно что угодно переждать, мне кажется, туда вообще никто никуда не придет. Ну, вот и отвлеклись мы от Плутонии, а началась она так хорошо, так как-то мило, как-то приятно. Ну, понятно, ее же делал. Мило! Вместе с Дарио. А, ты тоже кибер, а ты кибер должен, ты кибер вот должен там по красоте навести порядок. И поэтому как-то вот, что-то, а два даже кибер фантастика. Как-то вот даже хочется, даже хочется играть сейчас в Плутонию. Если честно, мне Плутонию даже хотел... Ты откуда там вылез? Даже больше, откуда они попернуты? Ты сделал-то финальная комната и всех на спавнил, что ли? Даже как-то больше хотелось играть, записать точнее Плутонию, нежели даже тот же Speed of Doom, что удивительно. Вот, но всему свое время, всему свое время, когда Плутония выходит. Плутония для вас, получается, выходит завтра 11-го. Да, да-да-да, что тоже очень-очень хорошо. Я ее еще не записал на момент того, как я сижу сам, записываю этот ролик, но я больше уверен, что все там с ней будет здорово, все с ней будет хорошо. Так что, так что ждать. Скоро на ваших экранах. Так, очень хорошо, снова-снова у меня миллионы парашничков повсюду, везде. Киберы, которые занимаются их убиением, убийством. Вот, кого-кого бы вы убили, но только не парашничка, да? То есть, у вас столько было целей. Еще как-то демоны, смотрите, сколько. Надо же. Видимо, и элементалии вылетели практически оттуда, только с правой стороны, я так думаю. Ну что ж, здорово. Значит, где-то рядом ключ или что-то? Что-то типа этого. Хорошо. Хорошо. Что удивительно, у меня закончились абсолютно все патроны, и нигде больше патронов нету. Кроме, вот, собственно говоря, плазмы, да, для БФГ. А, у меня нету плазмогана, кстати говоря. Я говорил, что получил все оружие, я собрал. Не все. Плазмы у меня до сих пор нет. И при этом, и при этом, поэтому бить парашничка с БФГ, нанося по одному выстрелу, тратя по 40 патронов, это, конечно, чувство. И берсерк, у меня в то же время тоже нет. Ладно, ключ, я, пожалуй, возьму. Если никто не против. Никто не против. Как мы видим, никто не против, ключ мне отдали. Окей. Ну да, скорее всего. А, просто стена опустилась. Ну, клево, клево, окей, спасибо. Итак, осталось две арены. Две арены, пойду я туда, где назойливый. Назойливый е, там даже вон их парочка. Назойливые ревенанты. Назойливыми. Арчван. А. Хорошо, хорошо, тогда ладно, тогда. А с той стороны интерес, можно подняться? Может, можно, может, может, окей. Ух ты. Ух ты. Ух ты. А для чего киберы? Будут ли еще монстры? Вот там я вижу третью арену, это 100% фанат. Ты-то что тут делаешь? Клнайтик лысенький. Во сне целует. Им по губы. В общем. В общем, сокращается потихоньку уровень. Смотрите-ка, до 5000. Да ты сто, я застрял. Ты не можешь меня бить, пока я застрял. Это против правила. О, у меня даже убили. Один навесил, второй застилил. Так, хорошо, этого я уже положил. Ну, не совсем непонятно, для чего тут заспавнились, в общем, эти, как там, кибердемоны, потому что какая-то цель, какой-то смысл должен быть в этом. Ого. Ну, типа, наверное, для этого, да? Или что-то около того. Кстати говоря, я услышал, как проснулся элементарь боли. Это меня, конечно, совсем не порадовало. Снова сейчас будут парашнишки по всему уровню. Это, конечно, паскудно. Но есть ли это киберы? Киберы должны, киберы обязаны. Киберы обязаны зарабатывать больше баронов. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Моя задача как-то локализовать, что ли, этих парашничков, чтобы не разлетались они по всему уровню, потому что это, конечно... О, нет, они уже начали. Потому что это, конечно, затягивает всю эту историю. Всю эту херистику. Кстати говоря, больше мегасфер я не видел. А, я еще сюда не забежал. Надо почаще сохраняться, наверное, чтобы не перепроходить какие-то места, какие-то точки, какие-то локации. Кстати, давайте сразу. А, у вас там еще двое. Ну да, ок. А мегасферу, можно? Можно услышать? Алло, мегасфера звонит. Хорошо, ладно, пускай, пускай пока так. Пускай пока так. Киберсовый, да что ж такое-то? Один кибер танчит, второй добивает. Я говорю, им в доту надо играть. Так, давай, умри, умри, умри. Да, сука, колонна под ногу мне подвернулась, бросилась. Вот, так что будет все. Будет и Плутония так же. Разумеется, я не забыл и про... Да, епта. И про вады от подписчиков. Конечно же, там я в том году два прошел, записал, оставил. Но лежал. Вот опять же, преступно накосячил я. По многим параметрам, если бы... Если бы не то, если бы не это, много чего успел бы сделать еще до нового. Я бы... В общем-то, ты очень прям бездумно долго умирал от Киберсового. Фак. Короче. Я остался еще один ватт от подписчика. Я даже малюха с полярну, потому что могу себе позволить, потому что выходит он... Сегодня... Для вас, да? Десятого числа выйдет это два от подписчика. Что-то я под конец уровня прям дохну, начал прям как-то это самое, прям как-то много. Потому что... Потому что закончились открытые пространства, прострации. Пошли какие-то тесные довольно бои. Не, я, конечно, могу стоять там, то есть как же ты долго дохнешь. Могу, конечно, стоять с земли, ковырять, колупать вот эту вот занозу, да, в заднице. Да, ёбка, ты чё, прикалываешься, что ли? А, у меня ХП прям мало. Могу, короче, стоять очень долго, ковырять, колупать их там с земли, чё-то там постреливать, там укрываться, по 600 патронов тратить на БФП, сука, за одного Кибер, чё-то приустал не с этого. Где-то наверняка еще оставалась плана, это Мегасфора. Вот, но чё-то мне совсем не улыбается это делать, если честно, хочется, ну, типа уже это, продвинуться как-то малюха. Нет, наверное, все Мегасферы плюс-минус я собрал, а я говорил, я говорил, да ёпка. Говорил я о том, что такая ситуация, возможно, возникнет, когда Мегасфера будет нужна, а её не будет. Зато патронов здесь хоть жопой кушай, здесь я не знаю. Этот уровень наверняка для кооператива, я так предполагаю, потому что очень уж много патронов, прям какое-то безмерное количество, я не знаю, здесь за эти патроны можно... Можно... Да ё, вот это я записался, да? За это количество патронов, короче, можно двойное население этого уровня убить 100%, что я начинаю уставать от этих смертей, как-то прям пошло-поехало как-то вообще гадски. Всё, короче, идите в жопу, парашничка. Так, надо, надо киберов добить, потому что там уже где-то ревенант есть, вон он, один ревенант, опять мне столько делают проблем. А, так вот, я не договорил, да, сегодня выйдет уровень от подписчика, вот сегодня, да, для вас 10-го числа. Дайте Мегасферу, дайте Мегасферу мне. Вот, выйдет он сегодня, и это будет... А, вон Мегасфера лежит, прикиньте, вот это кайф. Здорово, спасибо. А, там как раз на ключ был, я что-то познаваться заметил. Короче, это будет уровень от Манвитегана, снова, да, давно, давненько его не было, соскучились. И хотел, хотел я успеть его до НГ, высрать, так скажем, видос этот. Вот, но, но не свезло. И поэтому, вот, поэтому, вот, поэтому сегодня. Ну да ладно, вот, и помимо всего прочего, понятно, что, как бы, я не утихаю в своих интенциях делать контент разнообразный. То есть, как видите, мы с вами пошли по новому пути. Проходить разные вещи, выкладывать разные, дабы не, не единым, так скажем, было основным вадом, который проходится, да, по утрам. Чтобы было все-таки, ну, как, какая-то, какая-то дифференциация была. И поэтому, ожидайте и моды впереди также. И, в общем-то, все-все-все-все. Так хочется, что кто-то здесь будет есть. Вот, где-то кто-то, кто-то, где. А, здорово, не ожидал. Вот, будут и моды, будут и одиночные карты, вады от подписчиков тоже будут. Я сейчас объявлю, опять же, о том, что пора, пора, ребятки, Новый год закончился. Давайте свои карточки поиграть. Вот, ну и, собственно говоря, понятно, что после спидов думать, я обещал еще Алиан Вендетту запулить. Почему никого нет? Вот это так дико в этом ваде, меня так это всегда удивляло. То, что ты берешь ключи бесплатно, ну ладно, ты, по крайней мере, к ним пробиваешься. Я эту мегасферу оставлю, вот запомни, запоминай вместе со мной, что лежать она будет вон там. И, в общем-то говоря... В общем-то говоря, здесь наверняка будет финальная арена, потому что, я так полагаю, тут выход. Кстати, как уровень называется? Я забыл прочитать название уровня вначале. Вот что значит отвык. 28 уровень называется Twilight Massacre, то есть бойня в сумерках. Скорее всего, бойня заканчиваться будет вон там, то есть ждать нас еще две арены. И я запомнил, что мегасфора лежит вон там, потому что гарантированно после следующей арены я выйду наверняка опять пустой. Вон еще, кстати, лежит, да? Я же так и знал, что не везде и все я мог собрать. Вы посмотрите реально, сколько здесь лежит патронов. Это просто фантастика. Здесь буквально усеяно все патронами, я реально не знаю, зачем их такое количество необходимо здесь. Кстати, красивый уровень, на самом деле, вроде бы такой простецкий, непритязательный, но вот эта вот адская тематика, звезды текущей лавы, разбитыми горами, пещерами, вот этими факелами, которые подогревают антураж красного, красного же неба, очень красиво. Ну, относительно красиво, конечно, не писаная красота, но симпатичная. И, кстати, и вот что я еще хотел заметить. И вы, если посмотрите на недавно выход... Ну, все крайние ролики, выходящие на канале, на их картинки, на их обложки, вы сможете обратить внимание на то, что почему-то, почему-то тенденция такова, что даже если не только в Speed of Doom, понятно, здесь, в этом эпизоде небо окрасилось в красный, в других каких-то уровнях, которые я тоже прохожу, там, Plutonium Sunpit, какое-то там еще что-то было, тоже красное небо. И почти все сейчас крайние уровни, которые я выкладывал на канал, они почти все какие-то эти... с красными картинками, неизменно, красное, 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 что-то какое-то обилие красного поперло. Ну, да ладно, это я просто, так, мысли вслух. Вот опять же, наверное, стоило остаться там. О, а вот и портал. Интересно, а куда вел третий? Ну, наверное, куда-то. А, по-моему, в ту арену, где... где-где-где-где-где мы поднимались, поднимались наверх, где появлялись кибердемоны, где я сначала им побил, по-моему, туда вел третий портал. Насколько я могу помнить. А, да, мы же туда и портанули, случайно, в самом начале, когда я сел записывать этот уровень, ну, все. Возможно, стоило остаться сверху и по-крысиному подолбить, опять же, но я думаю, что, опять же, не... не так это все должно быть было. Окей, окей, что мы здесь имеем? Как бы нам тут хорошо сделать? Как и демоны халдна, это не пугает меня. Ну, и демоны. Ну, в общем-то, я не вижу здесь каких-то особых сложностей. Здесь я вижу только тактику стреляй, стреляй, беги, потому что им фатиться они особо едва ли будут, им здесь это будет сложновато сделать. Киберов здесь нет так же, поэтому... Окей, давайте ему все это... А, вот, смотрите, кто. Там появился Артшвайл. Или мне показалось? Надеюсь, что показалось. Ну, ладно, вот, вот это уже пошел классический слотер. Стреляй, стреляй, беги, стреляй, беги, стреляй, стреляй, беги. Да, следующий мегасфер, который, кстати говоря, вон она лежит. Оп, нажмем. Ой, плохо как? Ой, плохо как я сделал. Ладно, ладно, сделала, сделал, запишемся. Я не люблю переделывать сделанное, но вот это вообще капитально. Там, короче, помимо киберов еще и Артшвайла, я так понимаю, и... И они просто выбрасывают меня с локации. Кстати, а, вот, и прям ко мне пришел, спасибо. Да, к слову говоря, я думал сначала, что мне показался Артшвайл, но... Оказалось, что я его предвосхитил, так скажем. А мегасфер-то больше и нету, то есть вот на этой хп-шечке нам как-то с вами надо теперь доживать. Ну, и вроде, вроде, основную часть населения я пролюдил еще, когда только начал стрелять. Очевидно, не стоило нажимать на тот рубильник, я не думаю, что там... Хотя, вон, как а демоны как-то активно дерутся с этими, как и с киберами, да? То есть, какие-то плоды это дало, но... Наверное, правильно было все-таки сначала убить всех, потом же от рубильника, чтобы открыть это. Ну, я-то откуда знал? Я не мог этого знать, я же. Понятие. А, да, и как я говорил, после спидов дума, в общем-то, я обещал, что пойдет у нас Алиэндендетта, так что... Так что скоро, по идее, 6 выпусков. Учитывая, что я возвращаюсь опять к записи, то есть все, все снова по-старому, работа возобновляется. Хотя, я каждый раз так говорю, понятное дело, я... Я хочу верить. Хочу надеяться в это, что... Хочу верить в это и надеяться на это, что... А, все, я с кулаком остался. Что, наконец-то, в общем-то, все будет так, как я в миллиардный раз говорю, поэтому... Ну, загадывать уже бесполезно, потому что дурачком выглядеть не хочется, свои же надежды в руине тоже, Поэтому будем надеяться, что, наконец-то, все вернулось на круге своя, потому что предпосылки к этому есть. Очень интересно. Предпосылки есть мегасфер, нет? 3 хпт для флотер. А, вон они наверху мегасферы, но как до них набраться? Чтобы сделать, чтобы сделать эту ситуацию, лайк. Ладно. А, мне бы туда, за той бы мегасферы, вон она, так близко, так манит, как губы, которые видишь и хочешь, и не можешь поцеловать друга. Губы. Вот, как и демоны, все бодро летают по всем окрестностям. Ну, так хочется, кто мегасферик, ой, ты, иди сюда, маленький. Как там прикольно. В общем, вот, в общем, вот. Так что будем надеяться, что все будет здорово. Верю, заживем однажды. Вот, кстати, можно было сюда, сюда, как-то за это самое, да. Заживем, заживем, и, в общем, все будет, все будет прекрасно. Я в это верю, и будет все выходить. И если с таким темпом, как я вот сейчас это все запланировал, продумал, то, по идее, получается, что получается на этой неделе, мы с вами... Нет, не добиваем, потому что на выходные я по-прежнему пока видосики выпускать не буду, то, ну, получается, в следующий понедельник, через неделю, ровно будет властейский уровень спидов, думаю, и все, в следующей неделе уже можно будет стартовать олен вендетту. 5000 монстров, как я и говорил, как я и говорил, за пятерку перевалил, хотя вначале было почти 3. Сейчас уже 5. Где-то здесь была мегасфера. Такой толпе... О, все, нашел. Супер. Как тебе отсюда выбраться? Ага, можно, можно. О, вот это я испугался, я... Вот это я вообще сейчас присрал, я еще и нос почесал, короче, в этот момент на шару, думаю... Ух, ух, у меня чуть мотор не встал, короче, не знаю, я так недавно фосмофобию испугался, чуть не обосрался, но это прям было очень похоже. Короче, я просто на чистом расслабоне нажимаю на лифт, думаю, ну все, пора уходить, чешу нос, вообще не парюсь, а тут выходит такое. А все, что только двое, хотя и двое меня напугали изрядно, конечно. Ой, фак. Ну ладно, меня... О, неудобный бой. Ну, короче, это дико было, дико круто, дико, дико, просто дико, жестко. Ну ладно. Хотел сказать я о том, что осталось 100 монстров всего. Вот всегда неудобно биться с двумя киберами, не можешь подойти к ним так, чтобы выстрелить по-быстрому, их убив, ну, то есть, в двух-то быстрелах, да, как я люблю и умею и практикую, но пойдет и так. Вот, осталось чуть меньше сотни монстров и абсолютно очевидно, что ждут они в финальном бою, в финальной арене, которая требовала 6 ключей. Что-то не показалось, где-то здесь какадема летел, нет? Ну, видимо, нет. Ладно, и по-прежнему у меня есть две гамега сферы, Sega Mega Drive, Sega Mega Sphere. Вот эту я возьму. Возможно, кстати, еще где-то в одной из этих нычек лежит еще одна мега сфера. Мне просто немного впадлу оббегать все это, потому что я думаю, что где-то я мог упустить еще вот, типа, вот такой вот точки с мега сферой. Вот, но, по крайней мере, я точно знаю, где лежит еще одна. Все, все 6 ключей. Кстати говоря, почти час уже бежим, а видос так точно будет на час, потому что я там в один момент начал подыхать как-то постоянно вот на той вот, вот этой ситуации, потому что там и здоровья было мало, и мега сфер не было, и что там, куча там всяких киберов было с элементалями боли, и здоровья мало, короче, там меня крошить начали. Поэтому, думаю, часик на это видео все же будет. Ого! Очень хорошо. Ревенанты, Арчвайлы, Киберы. Что, как мы любим? Ревенанты, это, конечно, хорошо. Но я бы хотел, конечно, чтобы Арчвайлы пошли вперед. Потому что мне очень не хочется, чтобы они стояли где-то сзади и творили свои гнусные делишки, которые они так любят делать. Так, окей. Все еще по 140. Это нормально, жить можно. Ах! Арчвайльчик лысенький. Все, 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 хватит, хватит, хватит. Не охота мне бежать за мегасферой, но, видимо, придется. Арчвайлы все еще есть. К слову говоря, довольно небольшое количество Арчвайлов на этом уровне. Я решительно не понимаю, почему на самом деле здесь Арчвайлы в этом уровне могли сделать вообще прям какое-то сумасшедшее, я думаю, количество. Вполне себе спокойно, учитывая опыт вообще предыдущих уровней этого Лада, здесь могли бы просто обосрать все этими Арчвайлами. И, в принципе, тогда бы уровень еще больше затянулся, и монстров было бы еще больше. Но на таких вот открытых местностях я, в принципе, не вижу в этом ничего зазорного. Плохо, когда их закидывают там в жопу, в крысу, когда ты ничего с этим не можешь сделать. И, в общем-то, они просто где-то там вдалеке всех воскрешают. Это вот я не люблю. Но вы знаете, как у меня горит обычно очаг от этого. А здесь, в этом уровне, вполне себе можно было накидать Арчвайлов побольше. Вполне. Я, правда, не совсем понимаю, где они еще и сколько их, но... Но вроде вижу, что они как-то сцентрированы. Некоторые из тех, что поглупее, выбегают сюда, наружу, на улицу, чтобы я их на халяву убил. Но вроде бы, вроде как-то все, нет. Вот, кстати, самое время сейчас будет бегать за мегасферой. Если Арчвайлов больше нет. Судя по всему, Арчвайлов больше нет. Тума. А, осталось сколько? Осталось... Осталось немного. Осталось 6 монстров. Из них 4 кибера. Один барон. И где-то я слышу еще ревенант бегают. Но не могу понять где. Ладно, самое время как раз сейчас... А, так, это не та локация. Не могу понять деревянам. Ну ладно, найдем. Я тебя... Я тебя найду. Я тебя найду. Ну все, в общем-то, все. Вот так вот и подходит к конечику этот уровень. К кончику. Все. В общем-то, развалить остатки. Остатки сладкие. М-м-м, а где же реально ревенант? Ох, что ты... Куда он? Ага, он в пол стреляет. Ну что ж, это очень-очень верно с вашей стороны. Вы-то стреляете сверху. Вы должны стрелять в пол. Ничего себе, куда он улетел. Это как в одной из карт, по-моему, опять же спидов дума. А, нет, это был ТинТи, да? По-моему, это был ТинТи. Ну нет, на фаак! Когда я выстрелил в это... Да, это точно был ТинТи. Когда я выстрелил в этого, в Кибери, он аж филиппортировался трупом так стремительно, резко и быстро, что я аж офигеть даже не успел. Ну ты что, ты отходишь, потираешь. Ну все, все. Интересно, а где еще один монстр? Кто это будет? Еще один Кибер или ревенант? Ой, или Аршвал? У меня стойкое ощущение, что я слышу, где-то ревенанты. Давайте послушаем вместе. Нет, не слышу. Но остался один монстр. Фантастика. То есть, это кто-то еще должен быть? Ну, вариантов не дофига, на самом деле. Это либо Аршвал, либо Кибер. Да, нет. На самом деле, я почти уверен, что это... Вы понимаете, о чем я. Это одиноко летающий парашничек. Я звоню ему, но... Вы же сами понимаете, что найти иголку в стоге сена будет прям супер проблематично, но уходить без 100% киллкаунтера... После всего того, что я сделал из такого уровня, как-то, ну, фантастически просто обидно. К слову говоря, я вот что еще хочу сказать. Этот уровень... В этом уровне, если не находить секрет... Не было ни одного оружия, кроме БФГ, правильно? То есть, в секрете лежала ракетница, двустволка и пулемет. В секрете они лежали. Благодаря чему я смог ими когда-то там попользоваться. В моменты, которые мне были необходимы. Ни бензопилы, ни кулака, ни винтовки, ни... Плазмагана мне не дали в этой карте. То есть, предполагалось, что это чисто именно исключительно местная слотер карты, в которой ты должен проходить с одним БФГ. Вот так-то. Так что в этом плане секрет малость. Добавил разнообразие вариативности. Понятно, что я не буду два дня сейчас бегать, искать его. Но я так, чисто пробегусь. Чисто пробегусь. Вот в какой-нибудь такой нычке он спокойно мог быть. Вообще, как нифиг делать. Или в такой. Или может вообще... О, смотрите-ка. А ты еще и спишь. Смотрите, уникальная вещь. Уникальная вещь. Эта вещь просто уникальная по всем форматам и фронтам. Во-первых, уникальная тем, что удалось найти его. Этот черепок, который просто врезался в стену и уснул. Где-то в самой жопе мира, на красном фоне, на красном небе, при всем красном. Даже не особо стремясь его найти, я просто пробежал и нашел его здесь. Это безумное везение. Я считаю, это прям фантастическое совпадение. Невероятная удача, невероятный лак. Я просто в шоке. А что сейчас было? Это второй удивительно, уникальный случай. Когда... Когда... Да-да, когда... Когда это самое, когда то, когда другое. В последнее время у меня слишком много слова. Когда... Когда веселый бригадир, да? Короче, когда парашничек, значит, атакует какого-то монстра, чаще всего из-за инфайта. И, ну, насколько я могу помнить, это такая редкая такая штука, короче, когда он атакует какого-то монстра, чаще всего из-за инфайта. И, в общем-то, пока он летит, его атаковать, этот монстр умирает, то парашничек просто врезается в стенку и продолжает спать, невзирая на то, что я там где-то стреляю, где-то бегаю, кого-то убиваю, пока он не увидит меня или пока я не выстрелю в него. То есть, это такая довольно редкая думская механика. И что удивительно, что прокнула она именно сейчас, именно тогда, когда не хватало именно одного его, и который еще и в такую жопу... А вы прикиньте, если бы он куда-нибудь вон туда врезался, да? Я же туда вообще не смотрел. Я бы его точно никогда бы не нашел. Так что еще относительно повезло, что он ударился в жопу, ну, хотя бы в эту жопу. Или вообще никуда-нибудь туда, вон вдаль, в небо, в край карты. То есть, это прям удивительно, прям вау. Вау, на ваших глазах совершилась прям редкая довольно история. Если бы я был спидранером, и, короче, такая штука произошла, это вот, одна вот эта вещь заруинила бы мне ран. Ну, окей, удачи сегодня на нашей стороне. И сегодня, так как этот видос для вас выходит утром, то я желаю удачи и вам. Надеюсь, что у вас тоже сегодня все будет... Все будет, все будет, в общем-то, удачно сегодня. Так же, как удачно это получилось сейчас у меня. Поэтому, поэтому выходим с уровня со стопроцентным калтером. Ну, айтемс, ладно, это я где-то что-то, видимо, все-таки одну мегасферу и где-то, видимо, просрал. Либо где-то лежала бессмертие. Но да ладно. Но да ладно. Практически час вышел, то есть я был близок к истине. 100 убийств, 100 секретов за 53 минуты. Очень даже неплохо для такого огромного уровня, который начинался как 2 900 монстров. А в итоге перевалил за 5000 почти в 2 раза больше благодаря Арчвайлам и преимущественно Элементалям Боли. Но мы с этим справились. Посмотрим текст. Ну, текста нет. Следующий уровень 29 на 600 монстров, что, конечно, намного меньше. Вот. Но это уже другая история. Потихоньку заканчивается Speed of Doom у нас. Надеюсь, вот вам понравился такой уровень. Классно поболтали после такого перерыва вообще. Такое чувство, как будто вот поговорил со старыми друзьями, которые ждали, ждали нового выпуска. Так что надеюсь, что все было клево. Ну и сам уровень был неплохой. Неплохой, хороший, мясной, слотерный. В духе Сандера, только Сандер еще более масштабный, более монументальный, более детализированный. Ну и более жесткий там бои, чего уж греха таить. Там бы такими простыми аренами мы бы не оделались. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свое мнение в комментариях под этим видео. Также забегайте в Twitter. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск до конца вместе со мной. Рад снова вас всех видеть. До встречи в следующих уровнях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok